Марин, смотри. Я не знаю, почему эти комментарии не отражаются у меня на канале, но их надо сохранить, поэтому я тебе их зачитаю. Вот она. Лариса Зейферт. Это та самая женщина, за чьи действия меня судят. Лена, еще одна публичная угроза, и я пишу заявление в немецкую полицию за кибершантаж и угрозу. Видео я сохранила. Ты использовала меня, чтобы вылезти из говна и наркотиков в Северном Гуа. Я тебе помогла, и теперь ты мне еще и угрожаешь. Живешь там три года за счет анкеты Сунила, пишешь фальшивые заявления на Виолетту и хочешь, чтобы все плясали по твою дудку. Ну ты и дура. Поняла. То есть я просто рассказываю про тебя в полиции, пишу я из экономического отдела при следующей встрече. Спасибо за разъяснение. Это не угроза. Это объяснение, что твоя деятельность в Индии была преступной, а вместо тебя обменяют меня. И таки, да, Германию надо подключать. Я согласна. И помни про переводы. Ты сейчас деньги от своего соучастника получаешь. То есть ты сейчас участвуешь в его деятельности. Ну и за просто... Ну не за просто же так тебе деньги посылают. За сотрудничество. Какие угрозы? Я буду показания полиции и суду давать. Меня уговаривают тебя прикрыть и не упоминать. А я просто расскажу правду. С каких пор обещание рассказать правду считается угрозой. Пусть ищут тебя через Интерпол в Германии и привозят. Лечи головушку свою больную, отвечает мне Лариса. Сгниешь там в твоем Гуа. Твои фантазии недоказуемы. А про тебя еще перед отъездом Фэфоро рассказала. Они в курсе, что ты с Виолеттой мне угрожала в Фейсбуке ни за что. Просто за то, что я в Гуа сына лечила. Сына лечила. Это она со мной переписывалась, расспрашивала про Кумара. И приехала к Кумару за деньгами. Шиф ФРО давно в курсе твоих с Виолеттой схем вымания денег от Кумара. То есть ФРО в курсе, что я не сотрудничаю с Кумарами. ФРО в курсе, что я тупо шантажирую Кумара и живу за его счет. То есть Лариса сама рассказала полиции, ФРО визовому отделу, что я не сотрудничаю с Кумарами и не сотрудничала. Что я, блин, шантажистка, понимаешь? Это не угроза. Я клянусь, что не буду скрывать твою связь с предъявляемыми обвинениями. Я клянусь, что я это сделаю. Лариса, это Ян сказала. Теперь Лариса отвечает. Вот и разберется киберполиция, обоснованная или нет. Говори, что хочешь и кому хочешь. Мне все равно. Твоя подружка Виолетта уже постаралась. Дальше. Твои вымыслы недоказуемы. Успокойся и закрой рот. Дальше. Да мне пофиг, что ты там нафантазировала. Ты лгунья и вымогательница. Об этом знает все Гуа. Говори своим лживым языком все, что хочешь. Может, он отсохнет. Мой ответ. Лариса, встретимся в суде. И не мечтая тебя в психушку, пора с Виолеттой встретиться. Пока. С Виолеттой встретишься в суде. Меня тебе не достать. Ты прекрасно это знаешь. Твои фантазии обвинения шитыми белыми нитками. И Эфаро это знает. То есть она давала показания Эфаро. Вот ты правильно говоришь. Пусть разбираются. Немцы быстрее. Это мой ответ. Вот и правильно. Это вот мой ответ. Вот и правильно. Пусть разбираются. Немцы быстрее разберутся. Им я больше, чем индийцам доверяю. Я обеими руками за привлечение Интерпола. Интерпол разберется. Преступление это международного уровня. Россия, Индия, Великобритания. Теперь будет и Германия. Я верю в Интерпол. Встретимся в суде. Ну, в общем, вот такая у меня переписка с Ларисой. А вот сейчас покажу ее маму. Светлана Зейфер. То есть это мама Ларисы. Можешь не стараться, удалять мои комментарии. Лично каждому подписчику напишу правду о тебе. Если ты не хочешь сама говорить, а только всех обвиняешь. Деньги 600 долларов за что получила. Теперь будешь отвечать по закону. Эти 600 долларов, это не 600 долларов. Это 550 долларов, которые мне вернули. Мои собственные. Они у меня фигурируют в заявлении на Кумара об изнасиловании. Дело в том, что откуда появились 550 долларов, из которых Лариса со Светланой взяли у меня тысячу за помощь. Ну, в общем, я ей ответила. Ты, главное, не стирай свои комментарии, а то напишешь и трешь. Они периодически выходят, пишут мне комментарии, а потом стирают. То есть вот у нас есть Светлана Зейфер. Это так, кто сотрудничает с Кумаром. Лариса Зейфер. Это так, кто сотрудничает с Кумаром. Сейчас она находится в Германии. И Светлана Зейфер – это мама Ларисы. Сейчас у Ларисы другая фамилия. Она вышла замуж в Германии. Вот Светлана. Короче, они и сейчас продолжают сотрудничать с Кумаром. И, в принципе, они греют себя мыслью, что они приедут в отель и станут его хозяйками. Насколько я понимаю, он нам обещает, что за сотрудничество он сделает их генеральными директорами компании. Еще что-то. То есть, короче, эти женщины рассчитывают на то, что они урут кусок от Писвеля. Поэтому они бегают за мной и рассказывают, что Лариса хорошая, Кумар хороший, а я плохая. Ничем ему не помогаю, ничем с ним не сотрудничаю. Просто сижу в отеле на всем готовом и требую денег на еду. И причем она утверждает, что эти показания Лариса давала в Фароу, что они предупредили полицию Панжима о том, что я не сотрудничаю с Сунилом Кумаром, а просто тяну с него деньги.